С 6 мая следователем следственного конкурса Даниловой Калюк был вывезен для производства следственных мероприятий. Во время производства ему становится плохо, он теряет сознание, вызывается скорая помощь, отвозят его в краевую клиническую больницу, где ставится диагноз невралгия в районе сердца. Из-за чего это возникло, состояние здоровья такое? У него было повышенное давление, он жаловался на здоровье, что у него постоянно теменяются глаза, плохо ему становится, самочувствие плохое. Тогда это происходило на фоне голодовки, стресса или чего? Тогда это происходило на фоне голодовки, ну и еще, конечно же, на фоне стресса. То есть, как бы, прекрасно понимает, что дело, скажем так, белыми нитками шит. То есть, вот такой произвол власти, которого отношение к нему творится. То есть, все люди, кто знает, в принципе, знают, почему он задержан. Врачами был дан диагноз и лечение необходимое для него. Естественно, такое лечение на базе, скажем так, СИЗО-1, оно, в принципе, не могло проводиться, потому что отсутствие и медикаментов, и квалифицированных врачей. Был разговор о том, что, якобы, его переведут в КТБ. Якобы, переведут, 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 переведут. И на прошлой неделе уже все его распределительно. Блокс определяет в четверг, все его переводят, якобы. Тут заходит врач и говорит, Алексей Борисович, пишите отказ. Вот я не буду писать, но указания слышали, вы переводиться не будете. Это было в четверг. То есть, несмотря на ухудшающееся самочувствие? Постоянно ухудшающееся. То есть, на прошлой неделе меня здесь не было, я прилетел. В понедельник были назначены следственные действия уже в ИВС с участием Толюка. Следователь, Сергей Сергеевич, присылает СМС, что в понедельник его в ИВС не будут, в связи с тем, что у него давление 240. Ну, при таком давлении, естественно, был уверен, что его уже в КТБ переведут, окажут, как в полиции Ромиде, в медицинскую помощь. Ну, нет, во вторник его привозят, привозят в СИЗО, у него было давление утром чуть больше 200, 210, по-моему. После доставки в ИВС у него давление 180. Это уже при меня непосредственно происходило. Пришел врач ИВС, дал таблеточки, там, кроволол, еще что-то, еще что-то, многое все напичкали. Сбили до 165. Мы заявляем следователю, что нельзя проводить следственные действия, потому что он не может воспринимать реальность происходящего, то есть правильное восприятие. На что начальник ИВС подписывает справку о том, что можно с ним проводить следственные действия. Ему становится плохо до начала следственных действий, он теряет опять сознание, приезжает в скорое. В общем, где-то часов до 10, до 11 его одержали, опять-таки, в больнице, проверяли, путем исключения инсульта, то есть это главный вопрос был, есть ли угроза инсульта, слава богу, она отсутствовала, и его отвезли в СИЗО. Врачи, поясните, с чем связано его состояние, вот нынешнее? Знаете, после того, как его привезли, его толком никто там не обследовал. Никаких документов, выписок и журналов, которые врачи ИВС и СИЗО проводили, естественно, не предоставлялись. После принятия всех этих лекарств, у него более-менее к вечеру уже стабилизировалось давление, соответственно, врачи говорят, давление, все нормально. Ну вот смотрят у вас зрители, и они пока еще, может быть, даже не приняли решение, это обычная практика для СИЗО, для российского правосудия, вот так относиться к задержанным, арестованным, или это нечто вопиющее, почему вот вы вышли? Обычная практика при давлении, скажем так, 160, 180, 150, но при давлении 240, это далеко не обычная практика, тем более при наличии рекомендаций на оказание медицинской помощи, после того, как его определяют уже в распределительный бокс, и все, и потом сразу говорят, указание свыше, это, естественно, ненормально. Для чего это делается? Почему такое, не знаю, предвзятое отношение? Оказывается, просто психологическое давление. Ради чего? Ради достижения каких-то своих целей, чтобы человек просто сдался. Человек просто морально сломался и сдался. Что касается позиции Алексея Талюка по этому делу, он признает себя виновным? Нет, конечно, он себя виновным не признает, и признавать не может, потому что все обвинение строится фактически на показаниях в Урсиане, который три года давал одни показания, потом их резко изменил в этом году. Причем Гурчане, якобы, который взял деньги у Баранова для, якобы, Талюка, был задержан теми же сотрудниками ФСБ на выходе из офиса, то есть в связи с чем не давим, скажем так, ему довести преступление до конца. Ну, просто сама формулировка глупая. По слухам, в этом году Гурчане изменил показания после оказанного на него, мягко говоря, давления в камере. Вы что-нибудь слышали об этом? Есть такие слухи, что на него окажется давление. Также из разговора близких, скажем так, друзей, в письмах своей супруге он пишет, что я сделал все, что мне сказали, меня скоро выпустят. Более того, при аресте Талюка Гурчанин заявил, что единственное, что от него требовалось некими сотрудниками правоохранительных органов дать показания на Талюка. Сам по себе Гурчанин был неинтересен, но он был интересен тем, чтобы дал показания на Талюка. Вот и все. Лично вы как осматриваете этот процесс? Для вас это, я так понимаю, неочевидное обвинение? И у Талюка есть шанс оправдаться? Ну, скажем так, если будет объективный законный процесс, то, естественно, ни о каком, скажем так, привлечении речи быть не может более об осуждении. Но смотря с каким административным ресурсом дело идет, что не принимает за его внимание вообще никакие вводы незащитные. Самого Талюка уже даже боюсь представить, скажем так. Какие дальнейшие этапы там следственных действий, когда суд очередной и все остальное? На следующей неделе должен быть суд о продлении сроков содержания по стражей. Талюка, я так думаю, если будет продляться. Следственные действия сейчас, после разговора, сегодня буквально после разговора со следователем, отложены в связи, все-таки мы добились того, что они отложились как минимум до конца следующей недели, чтобы он просто пришел в нормальное состояние. И ходатайствовали, сегодня подали и заявление в Краевую прокуратуру. На что? На том, что при принятии мер госпитализации Талюка и оказание ему необходимой медицинской помощи. То есть, получается, представители силового блока, они отказываются идти навстречу ему и рискуют даже тем, что человек может умереть в камере? Это даже никого не интересует. Умрет так умрет. То есть, это никакого внимания на его здоровье, на его состояние не обращается. Если даже бы обращалась хотя бы чуть-чуть, то после вчерашнего, смотря как он выглядел, ну, это было бы просто кощунственно сегодня его увозить на его оси. Спасибо. Спасибо.